Это кольца на два пальца, представляете? Вы когда-нибудь такие видели? Я нет. Это кастеты целые. Это я поняла, что это золотые кольца с разными камнями, да? Представляете, какие огромные кольца? Офигеть! Вот маленькие, видите, женские? Очень круто! Я такого никогда не видела. Я знаю, что такое пояса. Я знаю, что такое пояса. Но такого я пояса никогда не видела. Представляете, сколько тут разных деталей. Смотрите, разные камни, разные деталей. Золотые и серебряные, представляете? Пояса золотые и серебряные. Вы когда пришли... Какую-то только часть от нее вырученного денег дом покупала, рассказывала. Вы когда пришли деноцифицировать казахов, вы как раз за этим пришли. Вы пришли за их драгоценностями. Убивали родителей. Я специально показываю, что вы присмотрелись к этой красоте. Вы всегда завидовали Казахстану. Вы завидовали тому, что они это умеют делать. Представляете? И какое качество! У вас такого качества же нет. Вы могли, может быть, там и скопировать пояс, но у вас нет такого качества поясов. Я не стоил ли целое состояние. У вас нет никаких поясов, которые стоили бы состояние, чтобы купить дом. Какую-то только часть от нее вырученного денег. У вас... Рассказывала. У вас даже человек, который погибает в Украине, не может купить своей семье дом за свою жизнь. Я так понимаю, что это седло, которое, видите, вам казахи показали седло. Вам казахи показали уздечку. Вам казахи показали ногу в стремя вставлять. Обувь с каблуком, чтобы можно было с упором упирать ногой. Это все показали казахи. Все. Представляете, это просто учитель, как боженька, пришел в вашу жизнь. И что вы сделали? Что вы сделали со своим наимудрейшим учителем? Посадили его в ебаную клетку под названием СССР. Уничтожили могилы. Могилы, которые казахи даже не то, что там не трогали. Они даже там не убирали. Камешка не убирали. Сейчас скажете, это какой-то хан. Нет, это не какой-то хан. Это сброя, ну, просто, может быть, обычного казаха, который имел достаток. Офигеть. Я представляю, как Иван Грозный завидовал. Это, наверное, женское, нет? Что-то такое неизразумило. Вот и куколки. Напоминает мне какую-то бояриню, которая. Только у вас у них какие-то грязные юбки всегда были. Там не видно. Это посуда. Черамика 14 век. Вот россияне, ну-ка давайте, 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 я верну вам 14 век. Покажите мне 14 век. Ну, не знаю. Я, может быть, поверю, что в Великом Новгороде было. Может быть. Но вы же уничтожили Великий Новгород. Точно так же, как вы уничтожили там что-то еще. Короче, я думаю, в Новгороде уже нечем похвастаться. Осталась одна береста 15 века. Так что, россияне, вам нечего показать вот в плане посуды 14 века. Позорище. Есть какие-то там еще полосочки, там все так разрисовано. Смотрите как. Люди не просто ели. Люди же не просто так вот кидали туда капусту и ели. Нет, они красиво разрисовали посуду. Тринадцатый век, керамика. Керамика какой, тринадцатый век? Что это такое? Что это такое? Вот Саков изображает с явными славянскими чертами. Да я заметила. Кошмар какой-то. Типа знаете, Алеша какой-то. Попович. Безобразие. Надо снять эти картинки, чтобы не позорить память Чингисхана. Иначе. Попович. Продолжение следует...